Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я буду жарить пирожки с вишнями. Вишня свежемороженая с моего собственного сада. Такие пирожки всегда делала моя бабуля. И мы в детстве, конечно, их очень любили. Такие пирожки можно делать с любой начинкой, абсолютно любой. Я же сделаю сегодня фруктовые. Пирожки должны быть большие для того, чтобы в них как можно больше было вишни, как можно больше было сока. Поэтому пирожки мы будем делать величиной почти с ладонь. Тесто очень простое. 300 грамм кислого молока, либо какого-то йогурта, либо простокваша. Два яйца. Так как у меня яйца деревенские и крупные, я возьму одно яйцо. Щепотку соли. Щепотку соды. Пару ложек сахара. Всё разбить. Добавить сюда пару столовых ложек растительного масла. И просеять столько муки, чтобы получилось эластичное тесто. Тесто по этому рецепту не требует выдержки. Его нужно печь почти сразу. Из этого же теста раньше пекли резанки. Это так называлось. То есть кусок теста отрезали и обжаривали в масле. Ну и для пирожков оно неплохое, мягкое. Вымешиваем тесто до эластичного состояния. И начинаем делать пирожки. Раскатываем лепёшку. Тесто у меня получилось нежное. Для того, чтобы пирожки были мягкие. Кладём сюда вишню. Вишня, как видите, не оттаяла. И она с косточками. Раньше люди не заморачивались оттелением. Из вишни косточек. И поэтому мы будем делать так, как я ела это в детстве. Так как вишня холодная и мороженая, пирожки надо жарить на небольшом огне, для того, чтобы они успели прожариться. Потому что вишня ещё должна оттаять. Оттаять и, кроме того, прожариться. Пустить сок. Поэтому я стараюсь залеплять плотнее, чтобы исключить возможность подтекания. Самое вкусное в этих пирожках – это тесто, политое соком. Ну и желательно, конечно, чтобы он остался весь внутри. Вот так. Но если вытечет, конечно, не без этого. Что ж поделать. Долго им стоять не нужно. На сковородке нужно уже разогревать масло. Кладём пирожки швом вниз. Огонь минимальный, для того, чтобы они очень медленно прожаривались. Вот так сильно густо их класть не надо, потому что всё-таки они немножко раздуваются. Пусть потихонечку жарятся. Переворачивать я буду стараться аккуратно, чтобы не распался вот этот средний шок на пирожках. Потому что из него можно потечь стойко. Выкладываем пирожки. Долго они у меня готовились. Я старалась всю начинку внутри прожарить хорошо. То есть, чтобы она оттаяла и выпустила сок. Кладём следующую партию. Конечно, если начинка не такая свежемороженная, то испечь пирожки гораздо проще. Точно так же. Сейчас низ пирожков прихватится, чтобы не вытекал сок. И я огонь немножко уменьшу, для того, чтобы начиночка там разошлась, дала вкусный такой сиропчик. И вон те пирожки, я так думаю, нам нужно попробовать. Хочется попробовать пирожки. Вот такие получились. Ну что. Самое главное надо проверить на предмет сока. Тесто вкусное. А здесь стоит кислое молоко. Всё прожарилось. Тесто само по себе вкусное. Из них делали пышечки. Только лучше его, конечно, запивать. Очень хорошо сочетается. Ну что. Проверим на предмет сока. Надо так нажать немножко на пирожок, чтобы тот сок, который там есть, выделился из вишни. И начался пирожка течь. Ой! Видали? Сок-то есть, и его много. То, что нужно. Теперь смотрите. Дуем вот так внутрь. То же самое так же поступает с варениками. То есть, охлаждаем там начинку. Вкусное. Я сейчас завешу пакет муки, скажу, сколько ушло. Ням-ням. И тесто запиваем этим соком. Вишню с сада я собирала уже поздновато. И часть из неё начала уже подсыхать на ветке. Поэтому моя начинка такой интересный очень вкус имеет. Такой слегка подвяленный, сушеный вишня. Не зря возились. Вот это тесто, оно так и останется. Вот таким мягким. Оно, знаете, даже смахивает немножко на песочное. Ну, смотрите, сколько здесь сока. Вот я отъела пол пирожка, вот так здесь сока. Половину. Выпиваем, как и с стаканчиком. Ну, косточки, конечно, надо выплёвывать. Кисленькая вишня. Сладкий такой сиропчик. Вкусно. Надо пойти перевернуть мои вон те вторые пирожки. 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 Пирожки.